Ладно, это не суть. Главное, я с вами делюсь. Так вот, смотрите, индийская свадьба. Значит, я на самом деле был поражён масштабности, да? Летают над этим пространством, это ограждённое пространство. У меня есть знакомый, его зовут Картик, сам он из Бумбаи, его сестра организовывает самые крупные свадьбы Индии. В Индии по индийским традициям самые большие деньги вкладываются в свадьбу в первый год рождения ребёнка. Вот когда ребёнку исполняется один год, они организовывают очень масштабные мероприятия, такое же, как почти свадьба. Вот, и здесь, значит, произошло следующее. Знаете, вот квадрокоптер, что ли называется, летающей камерой. То есть два квадрокоптера с разных сторон вот так кружатся и снимают эту свадьбу. Помимо этого, там ходят различные, там столько огромных людей с фотоаппаратами, с камерами, вот это всё снимают. Жена, в общем, сначала, а во-первых, там не пьют. Во-вторых, там нет, ну, там есть 10 дней, да, но в основном люди стоят, потому что 2000 человек посадить непросто. А вот по индийским меркам 2000 – это практически маленькая свадьба. Потому что зовут они практически всех на неё. И вот я попал на довольно-таки богатую свадьбу, ну, может быть, там все богатые, конечно. Мы ехали в город Калхапур на машине. Ехали через горы, там очень классно. И вот реально вам рекомендую поехать в сторону Билгаума. Это город, один из больших городов тоже Индии, по дороге в штат Махараш, Труизгуа, Билгаум город называется. Идёт дорога в горах, и вы едете буквально в ущелье. Ну, не в ущелье, а вот так идёт, знаете, у вас над головой гора. И внизу земля, и здесь пропасть. И обезьянки бегают, очень красиво. Если, допустим, тут больше обезьянки, то в Хайдарабаде павлины ходят. Вот очень красиво, честно. Просто по улице идут павлины всякие, ну, классные очень. Всякие, ну, просто душе приятно, действительно природа. Так вот, насчёт свадьбы. Всё начинается с того, что просто собирается народ. Они идут с подарками, все улыбаются, такие довольные, всё. Потом, в общем, начинается всё действие. У каждой свадьбы свой сценарий. То есть, это не то, что у нас вышел тамадар, да, что-то там пропел, так далее. Давайте тут попрыгаем, тут пойдём, ещё что-то. То там, благодарю, то там всё у нас происходит именно по сценарию. На каждую свадьбу ставят свой сценарий. Вот, например, на той свадьбе, у которой я был, там по сценарию большая карета. На этом два, в общем, два этих было, ну, ладно, индуса, да, которые одеты, вот, якобы в полицейских. Они брали эту карету, один с одной стороны, другой с другой стороны. И девушка, ну, жена с мужчиной залазили на эту карету. Была такая дорога к сцене. А вот тут вот эту дорогу, она сделана из всех людей, которые там есть. И они кричат, вау, там различные, ну, поздравления. Взрываются фейерверки в это время, это всё снимается на камеры. И здесь, в общем, знаете, как вот, как это, вот как бенгальские огни, да, ведь называется, бенгальские огни. Они, вот, большие такие бенгальские огни начинают взрываться. Представляете, как карета едет, и это всё вот так круто взрывается. Вообще очень прекрасно. И когда вот это всё происходит, ты думаешь, вау, ничего себе свадьба. И эти люди едут, да, такие жена с невестой и всё. И ещё, вот, хочется заметить, что вот скопление таких богатых людей, да, на этом мероприятии поражает. Потому что, например, если взять наших россиян, да, ну, вот людей, которые в пожилом возрасте. У нас пока что мало очень пожилых людей, которые, например, с камерами делают селфи, да, и так далее. То там дедок какой-нибудь с моноподом селфи делает вот так. Ну, то есть на этой свадьбе, понимаете? И ты думаешь, вау, ничего себе, да, вот все говорят, там, страна бедная, ещё что-то. На самом деле вот таких вещей-то можно много встретить. Когда дедушка селфи делает, стоит с селфи-фалкой, это нормально. Но вот конкретно там богатые места. Во-вторых, у них очень дорогие гаджеты. Ну, то есть большие, у всех с хорошим экраном смартфоны. И они очень, знаете, как вот, уважают вот людей взрослых. То есть они как-то на этой свадьбе, да, я понял такой вкус, что, ну, понял такой момент, что они как-то, знаете, настолько искренне и с друг другом обнимаются. Знаете, вот мужчина там, ну, как и у нас, в принципе, мы же тоже родственники, да, ведь на свадьбах все обнимаемся. Так вот, что происходит на свадьбе? Они дарят подарки, кушают и уходят. Помимо всего, на этой свадьбе есть мороженое на любой вкус, варят кофе на любой вкус. То есть вы буквально идете, набираете все, что хотите, едите, наедаетесь и уходите. Дарите подарки и уходите. То есть смотрите самое действие, это как вот небольшое какое-то ивр, расходятся люди, все. В это время, естественно, наши русские девушки играют на различных инструментах, все это вот под музыку. И потом вот эти вот люди, невеста с провалером, да, с женихом вышла с кареты и, держа ей платье, у нее было такое, знаете, серебристое, прекрасное платье. Ей вот так держали это, да, и она шла и поднимались на сцену, и они вот так стояли и улыбались, и потом поднялись родители, их чуть пофоткали, пофоткали и все. И как бы вот уже вроде бы вся свадьба. А потом просто играла музыка, и люди стояли и общались друг с другом. То есть вот, в принципе, вот та свадьба, да. Но я вот вам покажу. Вот видите, да, вот столики стоят, это все прожекторы, и это территория конкретно для свадьбы. То есть она переделывается, там вот этот все ковер поднимается, цвет меняется. То есть вот она так выглядит. Видите, какой дворец? Это огромный, это очень большое, это очень красота. Это огромнейшая, просто прекраснейшая красота. Да, вот такой дворец стоит, да, и вот здесь у нас сцена, здесь музыканты, а это все происходит тут. И они идут, вот я, вот селфи мое, да, вот так, вот так, это уже территория киностудии. Ну ладно. В общем, вот так вот, и еще что-то я хотел сказать, о чем-то я же еще говорил, как-то у меня вот потерялась связь-то. Это было в городе Калапур как раз. И в этом городе есть центр Випассаны, может быть, кто-то слышал про Випассану. В этом городе есть центр Випассаны, медитация 10-дневной. В принципе, тоже город является таким сочетанием бедности и богатства, как и, в принципе, любое. Блин, очень было грустно видеть деток, да, без одежды, ну, без нижней одежды. На самом деле, там таких очень много можно встретить. И люди слегка в колопоре диковаты по отношению к белым. Не идут на контакт, смотрят вот так. То есть, было видно некое, не то, чтобы сказать, что это мое субъективное восприятие отношений этих людей по отношению ко мне, да. Это было видно вот именно из вот этого вот... Я там был недолго, буквально пару дней, но вот ощутил вот это отношение непонятности ко мне. Ну, кто я, что я, как я, белый. То есть, там город, просто через него все проезжают, когда я идут в Пул, в Бумбай. Вот, так что вот так вот. Поэтому, друзья, супер, запланируйте, выберите себе город, в который хотите посетить. Можно начать с Дели. Дели супер, просто будьте осторожны в Дели. Потому что очень много людей хотят вас завести все время куда-то. Берут вас за руки, куда-то ведут, начинают говорить, что тут фестиваль. Это самая, наверное, мошенническая штука, их любимая. Когда фестивальница закрыта, идем ночевать туда, идем ночевать туда. В Дели можно снять на Мейн-базаре за 300 рублей в сутки номер хороший. Ну, не то что, но хороший без окон он будет. Естественно, он будет без окон, он будет только без горячей воды, естественно. Вот, то есть за 300 рублей можно снять. Но можно снять и за 600 рублей. Можно его и за 600 рублей. Ну да, это как бы... Нет, это без хаоса, да. Но есть хорошие номера, хорошие и за Мейн-базар. И в Дели вообще огромный тоже город. Там тоже есть что посмотреть. Мне понравился там, например, парк как раз по дороге внизу Мудин. Огромнейший парк, в котором так все зелененько, знаете. И я прям думаю, блин, почему я еду мимо этого парка, а не в него. Потому что хотелось сесть на эту травку, знаете, на секунду задуматься. Вау, класс, супер, я вообще в Индии так, да. Ну, в общем, как-то вот так, понимаете. Поэтому я реально вас искренне благодарю за то, что вы выделили время, пришли сегодня. Потому что это многого стоит. И я рекомендую прийти к каждому еще на следующую встречу, когда будет выступать Надежда. Когда будет выступать, может быть, человек тоже, да. То есть классно. Все мы можем здесь дружить, и это супер. Собственно, это пространство для этого создано. Для того, чтобы мы нашли друг друга и звучали здесь. Я, знаете, пропустила. Мне очень хочется узнать вашу вот эту артистическую историю. Как вы влились вообще вот в эту тему? Как случилась она? Да вообще влиться можно легко. Во-первых, предложение поступает достаточно. Нет. Как оно поступило? Первый раз. Что случилось с вами, что вы оказались в Хайдарабаде на киностудии? Я вообще в Гуаку, в общем, ну, начал, как бы у меня там был друг. Вообще моя история началась такая, что я хотел ехать на зимовку на Самуи. Самуи – это остров в Таиланде. Но мой друг мне сказал, ой, нет, тебе надо в Индию, ты же вегетарианец уже полтора года. Ты же, ты же, это, медитируешь, ты же там что-то практикуешь. Тебе туда надо, ты там найдешь, ты там свой человек. Я говорю, думаешь, он говорит, думаю, я же второй сезон поеду. Ну и все. И я думаю, ну ладно, раз так надо будет ехать. Я говорю, блин, там грязно, там, говорю, змеи в воде, там, говорю, пляж невозможный. Я начал в интернете попутчиков искать, как с чего я и начал рассказ, да? Что мне стали… Я спросил одну девушку, скажи, пожалуйста, там что, реально море страшное? А мне, знаете, вот как вот образы такие в голове рисовали, что это что-то такое дикое. А я включил видео. И, ну, гуа. И там вот так вот народ танцует, что-то улыбаются все, как, вы знаете, как с большей наркоманом. Я думаю, куда я поеду, что такое? Куда, куда, что это? Думаю, вау, я в воде, ну, как бы, ну, я люблю танцевать, я самый очень подвижный человек, но не для того, не настолько, да, чтобы, ну… В общем, не мог представить. И он говорит, классно, супер, все, одной семейной паре написал. Пара, два детей. Думаю, ну, я всегда, у кого есть дети, кто уже вот, ну, там, 35 лет, да, отношусь серьезно, все. Спрашиваю, тоже видят еще и попутчиков там, с кем снимать жилье. Пишу, здравствуйте, я тоже собираюсь ехать в Гуа. Скажи, они говорят, а мы были в Таиланде в том году, в этом году едем в Индию. Я говорю, скажите, а что там, ну, как вы, почему выбрали Индию? Какую, южную и северную? Я ведь не имел представления разницы, так ведь? Она говорит северную. Я говорю, а почему она говорит, там качественный став? Я думаю, я так-то вообще с этим делом никакого не имею. Зачем мне? Ну, думаю, куда я вообще собрался? Да, куда я вообще собрался, понимаете? И все. А потом он начал писать одной девушке, что, мол, девушка делает? Какое там море опасное? Нет? Она такая, там, говорит, море, можно на пузике по песку, говорит, вот так делать. Типа, ну, такой песок приятный, что можно, говорит, пузиком на миге кататься. Я думаю, ничего себе, девушка, говорю, ну, такие вещи пишет, а в интернете столько страху пишет. План, не буду бояться. Меньше вот так как-то, да? Все вот так вот прошло. И все, и потом я решил, приехал, все так далее. И, в общем, друг, который, ну, который уже меня там ждал, они с девушкой познакомились в Турции. Сама она из Пензы, и сейчас они вместе путешествуют. С Инди уехали на Бали, сейчас в Грузию едут. Говорят, ну, все вот так, тоже хочу в Грузию, говорят, супер, ну, пока я не хочу ехать, потому что они едут с палатками, мне нужен интернет всегда. Вот, и вот так вот. И здесь мы говорим о том, что мне поступило просто предложение поехать на съемки. Я думаю, что за съемки, что там делать будет? Он говорит, хочешь заработать? Я говорю, ну, почему нет? Конечно, поехали. И все, мы поехали на съемки, мне говорят, столько будут платить, я говорю, не вопрос. Сколько, если не секрет? На самом деле, на разные, ну, смотря, какая роль, смотря, какие съемки, если дневные, ночные, смотря, какой отель предлагают, смотря, что вы делаете. А мужчина женщина? Есть тоже? Да, детям очень много предложений. Детям? И очень большие деньги платят. Ну, небольшие, но можно 7 тысяч за день зарабатывать ребенку смело. Это большие деньги для детей? Ну, вообще, там очень много предложений поступает. То есть, и в Решакеша, когда мы сидели, каждый ходит, да. То есть, каждый человек приходит, давай, ну, там они свои интересы, кто-то выбирает. Вот сейчас, да, извини, пожалуйста, извините. Я хочу добавить, знаете что, что на самом деле иметь дела с индусами, это непросто. Это, прежде всего, непросто морально. Знаете почему? Потому что не раз приходилось, знаете, что сделать? Отстаивать то, что вам заплатили деньги. То есть, они могут на словах говорить много, но есть проверенные люди, с кем нужно работать. И когда уже, естественно, у тебя есть опыт, ты понимаешь, что можно работать с теми, кто тебя будет обманывать, а можно работать с теми, кто будет с тобой рядом. Точно так же, естественно, наш русский менталитет бизнеса стремится навариться на своих же русских. И возникают те, которые начинают собирать народ, брать себе проценты. Но и нашего самого близкого брата обманывать, понимаете? Поэтому случаи разные есть. И здесь надо просто, если мы собираемся заниматься этим, особенно девушкой. Вот, допустим, с танцами болливудскими. Знаете, какие деньги можно зарабатывать? Я на самом деле не шучу. Что, допустим, у меня вот есть агент Картик, правда, он тоже странный человек. Потому что они вообще сегодня могут сказать, что да, брат, завтра все точно, я тебе скину информацию, а завтра уже он трубки от тебя не берет. В общем, вот так вот, да. Но вот он вообще говорит, что требуется много танцоров, которые бы умели Болливуд танцевать. И работа для них есть. В Индии всегда. И для танцоров очень большие деньги. Ну, как большие. Вот, допустим, снимались мы в клипе, где танцуешь 5 тысяч в день. Танцы групповые, 5 тысяч в день. Деньги, деньги. Так ведь? Конечно, хорошие деньги. Вот, месяц аренды, вот если с кем-то снимать жилье, ну, 100 долларов можно вложиться. Например, на двоих снимать что-то, ну, где-то 250 долларов на жилье можно. Можно уложиться, нормально, неплохое жилье. Вот если у вас, например, 100 долларов, 5 тысяч почти 100 долларов, вы один день снимались, да, ну, танцы, если вы танцуете, Болливуд, все. Вот у вас месяц аренды жилья есть, так ведь? А если говорить, ну, про путапарти, допустим, ну, там намного дешевле цены. Это я сейчас про ГУА говорю. Главное – обрести решимость, иметь все, остальное приложится. Вот. А в профессиональном плане, вот когда вы начали сниматься, какие были? Здесь важно в профессиональном плане, как каждый сможет сделать. Знаете, что для этого нужно? Нужны фотографии для портфолио. То есть, если у вас будут студийные фотографии, если вы напишите о себе историю, что вы, в принципе, фотогеничные, артистичные и так далее, то я знаю ребят, которые там меньше 15 тысяч не ездят сниматься. То есть, вообще, как бы, ну, я не скажу, что… Таше белые люди. Да, да, я не скажу, что я профессионал, я же не такой степени. Просто, вот, допустим, я проходил кастинг на главную роль, но меня не взяли. У меня есть даже в Ютубе видео, где я на хинди пою. Ну, то есть, задача была следующая. Спеть одну песню предложение девушки. Якобы я играю на гитаре, и такой… В общем, вот так вот. Ну, и важно было… Мы тогда, вот, Надя, помню, так смеялись надо мной, ну, потому что это выглядит нелепо. Во-первых, я не владею хинди. Во-вторых, мне нужно было там слова эти вспоминать, что там мне надо спеть. Да, во-вторых, я вообще петь, как бы, не умею на русском, но, как бы, ну, вот так вот. Но в итоге не взяли меня на роль, потому что меня взяли именно, вот, местного жителя, да, потому что у меня более получалось, это лучше. Если у вас… Я и здесь просто кастинги проходил до этого на съемке в Уфе у нас, ну, это было уже год-два назад. В общем, вот, поэтому нет проблем. Если у вас есть стремление, можно там вылезти. Но, вот, у меня сейчас, допустим, ребята работают, опять же, в Бумбаях, с Украины парень, он уже там полтора года, сейчас, естественно, были наработанные контакты, все. Он уже играет хорошие роли, дублирующие, зарабатывает хорошие деньги. То есть они уже меньше 15 тысяч не работают. Уже не им правила ставят, грубо говоря, а они ставят правила. И еще такой момент. Очень много предложений для девушек танцевать голыми. Ну, не голыми, а вот в поле, да, в бикини, в общем, да. И, естественно, есть такое, вот, к сожалению, большого, да, вот, может быть, это связано с нашим финансовым положением. Есть слой девушек, которые соглашаются делать это за маленькие деньги. И когда они соглашаются, они, естественно, сбивают цену рынка. А те девушки, которые там работают, живут, я знаю очень много девушек в Мумбаях, которые профессионально снимаются в фильмах. Профессионально. Они не просто вот там, да, они не просто ищут, как бы, денег заработать, вот, ну, как вот, да, вот, а именно с профессиональной точки зрения. И они не соглашаются на низкие цены. И девушки, которые приезжают туда на Гуа жить, и у которых денег не так много, в надежде на то, чтобы провести зиму в море, ехать с копейками в Гуа, нет смысла. Ну, то есть смысл есть, просто можно будет вот так, понимаете, да, поступать. Ну, то есть, конечно, у каждого из нас свое представление о тех или иных вещах, просто есть те, которые соглашаются за копейки, в съемках сбивают цену на рынке, и сейчас, к сожалению, идет такая тенденция, что цены предлагают все ниже и ниже. Допустим, максимальная съемка у меня была за 4 тысячи. То, допустим, уже к концу сезона мы уже снимались и за 2 в день. Понимаете? И что вообще, чем в съемке хорошие? Во-первых, вас кормят. И причем кормят очень прекрасно 4 раза в день. Во-вторых, у вас прекрасные номера. Я фотографии не скинул. Двухместные хорошие номера с хорошим душем, суперские апартаменты. Просто все с горячей водой. То есть очень классно. Да, горячая вода – это так. Надо действительно шаблоны все забросить в Индии. Горячая вода – это чисто привычки, привыкаешь. Я в Гуа жил, то есть в Гуа – вода такая, тепленькая. И после нескольких приемов привыкаешь к ней обычно. Да. Ну, многие привыкают, но девушки, я не знаю, как бы. Ну, привыкаешь обычно к теплым. Ну, там у всех к теплым, да. У нас, кстати, да, была горячая вода. Вот. Теперь, может быть, кому-то интересно еще по ценам в Гуа могу ответить. Да, у меня есть табличка, я ее скину обязательно. Там есть расчет, там есть… За какой год? За этот. За этот. Еще есть у меня видео, где я рассказываю, там, сколько стоит хали, сколько стоит масала, доса, блин, с картошкой. То есть вот это все рассказываю, сколько стоит, то есть цены есть скину вам всем, пишите вот в группе, может быть. Вот, друзья, ну, давайте сделаем так, да, вот кому вот сегодня мероприятие понравилось? Ну, еще не кончилось, у нас есть предложение. Нет, нет, сейчас, да, естественно. Кому понравилось вот мероприятие? Конечно, всем, конечно, всем. Друзья, благодарю вас. Давайте сделаем так, друзья. Все-таки это первая наша встреча, да, давайте вот, чтобы в знак такой некой благодарности, да, так, ну, скажем, вот нам, Лилия, нас и не за это мероприятие. Каждый чуть-чуть напишет к посту в группе свое впечатление о сегодняшнем мероприятии, чтобы, как бы, люди в будущем, которые будут к нам приходить, могли видеть отзывы ваши о нашем сегодняшнем мероприятии. И вот на каждый ваш отзыв я скину вам в личку эту информацию. Хорошо, так, давайте все, потому что... Под постом Бульшат? Ну, допустим, да, в Грузке где-то. Да, да, в Индиэн Клаб, сейчас я вам все... Да, в Индиэн Клаб, да, то есть в группе Индиэн Клаб, непосредственно это в Испании. Вот, Индиэн Клаб, группа называется... Вот, Бульшат, сзади тоже? Да. Можно еще вопрос? Конечно. А что у нас изменилось вообще до, бывает, после? Хороший вопрос. Это прекрасный вопрос, да. Ну, во-первых, смотрите, я проработал внутренние проблемы, как я сказал, да, два важных вопроса в моей жизни. Во-вторых, вы знаете, я научился по-другому относиться к многим очень важным вещам в жизни, это прежде всего. В-третьих, я научился чувствовать поток, который я чувствовал там, да, и я начал этот поток переносить сюда сейчас. И в тот момент, если у меня возникает важность, ну, так называемая, может быть, все слышали, что такое важность, когда мы придаем избыточное значение чему-либо. Я стал себя останавливать. Потому что в Индии, если вы торопитесь, все правила против вас выстраиваются. Если вы напрягаетесь, все выстраивается против вас. И чем больше вы напрягаетесь, тем больше у вас проблем. Поэтому Индия, прежде всего, учит, расслабляться. И вот когда вы научитесь это делать, вы научитесь расслабляться здесь, вам начнут приходить деньги, нужные люди, все, что угодно. Поэтому прежде, что нужно сделать, это отпускать ситуацию. Вот это вы учите, отпускать себя, пусть оно будет так. И вот когда мы научимся это сделать здесь, у нас все происходит. Естественно, это не означает, что нужно бездействовать, поймите. Это, ну, может быть, кто-то поймет, что нужно бездействовать. Нет, нужно просто сбрасывать груз важности. Потому что проблемы начинаются вот здесь. А как таковых их не существует. Только наша голова креативит проблемки. Поэтому, друзья, всем обязательно, конечно же, отправляю это. Все, Лилия Анасовна. Сердечная благодарность вам. Вы знаете, у нас есть такое предложение. У нас есть круглый стол, который разворачивается. Где он у нас? Я его не вижу. Да, мне очень хотелось бы, чтобы мы сейчас сели за круглый стол. У нас вот есть такая внутренняя задумка, поскольку мы первый раз здесь все вместе. Пусть мы друг друга не знаем, и пусть мы еще как бы, ну, в принципе, не знаем друг друга, но встретились. Вот за этим круглым столом нам хотелось бы разделить трапезу с вами, как это обычно делается в Индии. Вы согласны? Да. Вы согласны с этим? Потому что это традиция, это такой жест доброй воли. Единственное, что нам хотелось бы, еда за нами, а питье можете у нас купить. Вот, да, если вы выбираете, что хотите. Вот, а еда за нами, это наш жест доброй воли для вас. Это первое. Второе, что мне хотелось бы сказать. Дело в том, что я долгие лета пользуюсь внутренний сайт туроператоров, который 3WTourDom.ru. Биржа Гоу называется этот сайт, на котором бросовые билеты на Гоа, чтобы вы знали. Они стоят иногда 100 баксов. Вы напрямую прилетаете в Панаджи, и уже оттуда можете устраивать себе биржу по Индии. Проблем никаких нет. Нет, зайдите на этот сайт, он сам по себе интересен, потому что вы можете за 50 евро слетать в Европу, если у вас есть шенгенская виза. Там совершенно невероятные есть предложения. И вот, в частности, в сезон, а сезон начинается действительно сентябрь-октябрь, еще безлюдно на Гоа, но уже ближе к ноябрю, а потом потягиваются западники, потому что британцы очень любят, американцы приезжают, западные европейцы, французов много. Они приезжают на Рождество на Гоа, проводят там праздники, и самые пиковые дела начинаются в декабре, конечно, месяце. Декабрь – тот месяц, когда, может быть, и не стоит выдвигаться туда, цены там действительно достаточно серьезные для среднестатистического гражданина, который хочет уехать туда. Но потом я очень люблю апрель, я очень люблю май, они еще не дождливые, муссонные дожди начинаются в июне месяце, так что они массово идут июнь, июль, август. Это тоже надо прочухать, это тоже надо как-то для себя однажды познать, потому что вот это глубокое состояние депрессии в Индии, оно тоже случается, когда вы попадаете в сезон дождей. Но все зависит от того, чем вы занимаетесь и что хотите для себя получить от Индии. В это время обычно мы восстанавливали храмы, мы делали массу вещей, которые, в принципе, в солнечное время не делаются. Так что я думаю, что в Индии каждый может обрести какую-то такую эксклюзивную историю для себя, прозвучать каким-то совершенно невероятным образом сам для себя, увидеть себя абсолютно с другой колокольни, вот узнать себя совершенно в другой ипостаси. Вот Индия, она проецирует какие-то совершенно действительно чудесные вещи на вас, на людей, которые рядом с вами. Главное быть открытым этому и абсолютно отпускать ситуацию, как говорит совершенно верно Володя. Я с этим согласна, потому что контролирование ситуации и попытка держать все в рамках каких-то своего вот этого мироощущения и сознания вот такого рамочного, очень чревато, оно в принципе чревато в жизни, вот. В Индии это действительно не случается. Ты отпускаешь ситуацию, и с тобой случается ровно столько, сколько должно случиться на тот момент. Вот, тем она и хороша. Вот мой индийский опыт, который совершенно, так сказать, не опыт человека, который стремился поехать туда, я вот уже неоднократно говорю о том, что меня пенком подзад отправили в Индию в свое время, и это сделала моя мама, но я нуждалась в смене декораций, мне нужны были новые ощущения, я их нашла. И я полюбила эту страну, и она вылилась в выставки, в творчество, в созидание, в дружбу, в массу вещей, которые абсолютно нужны каждому. Вот, она выливается вот в нашу встречу с вами сейчас. Давайте за стол. Спасибо огромное всем. И я, конечно же, очень хочу сказать спасибо Володе и Наде. Ребята, Надя у нас тоже питерский человек, я тоже питерский человек. Вот, и она никогда не на что приехала к нам. Кстати говоря, могу сказать, что к нам приезжала канадская группа, ребята, которые ехали из Москвы до города Мирного в Якутии. Она полуканадская, полуякутская. У нас круглый стол не открывается, да? Он маленький для нас будет, да? И что хочу сказать. Они сказали, что нам было так комфортно. Они приехали сюда, их вообще-то по программе отправляли. Вот в Молодежный музей еще куда-то, еще куда-то они сказали, мы отсюда уходить не хотим. И тусовались здесь. Так что, знаете, что у вас есть очаг. Так же, как и у Надежды Сергеевны, я думаю, в Красавлике такая же история. Ну что, давайте. А может, кто-то что-то выкусит? А может, кто-то в один. Хорошо. Продолжение следует...